Пернатые уже знают, здесь еда им точно перепадёт. Слетаются сюда как по часам в одно и то же время. Угощают на Соборной площади не только птиц. Пока благотворительный обед остывает на холоде, из разных уголков Новочеркасска сюда съезжаются люди. Пенсионер Николай Таценко обедает здесь третий день подряд. С тех пор, как потерял супругу, внимание для него – редкий подарок. Мне одно и то же дают. Чай хороший, вкусный чай. Люди просто рады этому и благодарят. Дай Бог, спасибо, что есть люди. Люди, которые бесплатный обед готовят и привозят на Соборную, не просто волонтёры. Многие из них знают о нужде не понаслышке. Для добровольцев общества «Ростов без наркотиков» – помощь другим – часть собственной реабилитации. Готовят угощения как для себя. Организаторы придерживаются поста, поэтому сегодня в меню рассольник без мяса, сладкий чай и печенье. Завтра рацион планируют сделать покалорийнее – каша с тушёнкой. Сначала рассчитывали кормить бездомных всю неделю. Оказалось, запасы на исходе. Помогли прохожие. Кто-то проходил, нам принесли 3 килограмма сахара. То есть мы принимаем любую помощь на продолжение этой акции от всех, кто имеет желание и возможность. В меру возможностей помочь решила и жительница Новочеркасска Юлия. Фамилию женщина называть стесняется, а нести тяжёлые сумки – нет. Добиралась в центр по пробкам больше часа. Вещи тёплые. Спасибо, спасибо. У меня были вещи, как раз собиралась собор нести. А тут, думаю, раз такая акция, то есть по прямому назначению вещи сразу пойдут в те руки, кому не нужны. И приехали с дочкой. Гости расходятся по домам или туда, где обычно ночуют – сытыми и с тёплыми обновками. Договариваются встретиться завтра в то же время. А организаторы обещают не подвезти. Главное, чтобы провизии хватило. Елена Баранникова, Андрей Коробко, Южный регион.Инфо.